Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас прямой эфир на тему, как выбрать свою жизнь. Вот такой вопрос для многих людей в смысле, как выбрать. Я же родился в этой жизни, а вот у меня эта жизнь есть, и мне приходится ее нести. Помните такое выражение? Так, мы раздеваться не будем, Оля. Всем здравствуйте, кто подключается. Помните такое выражение, что это твой крест, и ты должен его нести. И оказываясь в каких-то жизненных перипетиях, когда нам как-то сложно, мы часто говорим друг другу такую фразу. Ну, видимо, это мой крест, мне надо его нести, но у нас вообще мы такие великие любители понести какие-то кресты, как-то на себя, значит, все возвалить и вот страдать, жить страдающе. А теперь представьте себе на секундочку, что ваша жизнь – это как покупка, не знаю, бутылки с водой в супермаркете. И сейчас, когда заходишь в супермаркет, невероятное многообразие различных бутылочек стоит, а если это какой-то ликероводочный отдел, то вообще. И вот ты ходишь, значит, и думаешь, ну какую же мне выбрать, какая же мне больше нравится. Мы не просто можем выбирать нашу жизнь, это наша прямая обязанность. Единственная главная такая загвоздка в том, что мы не понимаем, как это делать, нам никто об этом не говорит. Вот, в принципе, уже каждый человек слышал немного о том, что каким-то образом он может создавать свою жизнь. И если бы я перешла с вами на какие-то сравнительные образы, то я бы сказала так, что каждый уже в жизни понимает, что ему необходимо построить какой-то свой дом. Ну вот представьте себе, что вам необходимо построить дом, вы уже об этом слышали, вы догадываетесь. И как ведет себя обычный человек? А обычный человек ведет себя так. Он говорит, так, все, строй дом, давай. Из чего строить? Блин, сел, думает. Буду строить из дерева, деревянный дом. Все, он пошел, взял дерево, идет обратно. И тут думает, блин, а дом из дерева, а если пожар, а если сгорит, а если там клещ? Нет, попробую из бетона. Пошел за бетоном. Идет, взял бетон, тащит его такой, значит, там. Потом думает, нет, блин, ну бетон это вообще, это не дышит, это ничего, это вредно. Нет, попробую я из камня. Вот из камня это крепкий дом, на века. И вот он идет за камнем, и тут по дороге кого-то встретил. Заболтались, и он не помнит, зачем он пришел, нахрена он пришел вообще. И бросил, и думает, ладно, мне пока работать, я вот пойду лучше займусь нормальным делом. Мне работать надо, мне семью кормить надо, мне, значит, там куча дел. Я это все переделаю, а потом я вернусь к дому. И вот так на протяжении всей жизни человек пытается построить свою жизнь. Периодически, с помощью книг или каких-то жизненных ситуаций, или каких-то других людей. Он смотрит и понимает, прикольно, эти же люди смогли, давай-ка и я. Но его вера в себя настолько слабая, его намерение настолько вот, ну как бы такое зябкое, что человек срывается, и за счет этого у него ничего не получается. Каким образом строится жизнь? По факту очень просто это понять. Сделать чуточку сложнее, потому что для этого необходимо просто воспитать в себе определенные качества. Мы очень часто любим говорить о том, что вот в этой стране нельзя, в этом мире нельзя, мне нельзя, таким как я нельзя. У нас, я уже говорю об этом постоянно, у нас всегда есть миллиард оправданий того, почему нельзя. Но если мы с вами рассмотрим это все вот более буквально и близко, то мы осознаем главное, что такое вообще жизнь. Жизнь это как некий дизайн-проект. То есть мы в большинстве своем живем так, как нам живется. Мы как-то где-то родились, куда-то получилось там как-то выучиться. Мы практически до 25 лет, а многие значительно старше, не задумываемся о том, кем мы хотим быть, чем мы хотим заниматься. Мы не ищем себя. Все поиски себя начинаются у человека тогда, когда он уже выучился, когда он уже работает, очень часто родил детей и вдруг понял, что что-то с ним не то. Потому что самой модели воспитания, самого себя и построения своей жизни нет. И за счет этого получается, что ты где-то оказался, что-то с тобой произошло. И хорошо еще, если среди людей, ну какой бы есть какой-то процент, хорошо, если вы среди тех людей, которые как-то себя пытаются вот в период этой жизни искать, все-таки задавать себе вопросы, все-таки как-то двигаться. Но большинство людей абсолютно этого не делает. Как же строить эту жизнь? Давайте возвращаться. Прежде всего я всегда говорю о том, что нам необходим дизайн-проект. Когда мы, помните, я этот пример привожу часто, что когда мы решили сделать ремонт в квартире, мы можем менять так, давай поменяем лампу, пошел в магазин, зеленая нравится, поставили зеленую, кровать, хочется вот такую, поставили, но мы не видим целой картины, вообще не видим. История про свою жизнь – это тогда, когда ты находишь время в своих суперважных делах и зеленых лампах на то, чтобы спроектировать свою жизнь. Самому себе ответить на вопрос, а в какой жизни я хочу жить? Кто я в этой жизни? Как я бы хотел, чтобы она, моя жизнь, выглядела, происходила? Как бы я хотел работать? Хотел бы я это делать? Какие бы я хотел отношения? Я бы хотел жить в доме, я бы хотел все время путешествовать. Или вот задаться внутренним, как бы я хотел. Есть задачка такая очень неслабая, а заключается она в том, что очень многие люди не знают, как бы я хотел. То есть я уже говорила о том, что мы так часто привыкли с детства, что нам заглушают вот это наше внутреннее, мы не слышим себя вообще. Мы делаем то, чего ожидают от нас другие люди, или то, что они нам говорят, будь это мама, будь это партнер, будь это еще кто-то. И вот эта собственная интуиция, внутренний голос и ощущение, потому что наше тело и наше подсознание говорит с нами на уровне ощущений, когда вам тошнит, простите, вас не просто так тошнит, или когда вам становится плохо, или когда наоборот у вас идет вдруг прилив энергии, вы с кем-то знакомитесь, и вас вдруг начинает штырить. Вы не понимаете, что произошло, вы еще не знаете этого человека, еще ничего по факту в жизни не изменилось, а у вас уже вот такое, вы знаете, как у собаки, хвостик начинает дергаться, и мам почему-то от этого человека очень хорошо в жизни. Поэтому вот этот момент прислушивания к самому себе, он крайне важен. И для того, чтобы это вернуть, нужно просто поставить себе такую задачу, слушать себя, для этого хорошо работают медитации, просто банальное расслабление, если вас пугает слово медитация, выбросите его, просто банальное расслабление, когда вы закрываете глаза, когда вы глубоко дышите, когда вы концентрируетесь на своем дыхании, или на каком-то приятном статическом образе, будь это море такое спокойное, знаете, что-нибудь, что вас успокаивает. И когда вы можете задать вопрос себе и услышать ощущение своего тела, вот это и есть разговор с самим собой. Так вот, наша задача обратиться к самому себе и задавать себе вопросы, создав собственный дизайн-проект жизни, осознав, что я хочу, какой я представляю свою жизнь, полностью отключившись от того, что у меня есть сегодня. Потому что люди, у нас с вами есть как бы два полушария в голове, в нашей, и левое, и правое. И левое наше полушарие, оно отвечает за логику, оно отвечает за то, что вот мы все время очень рационально мыслим. Правое наше полушарие, это полушарие, которое связано с нашим подсознанием, это полушарие, которое мечтает, это полушарие, которое дает нам возможность видеть какие-то яркие образы, которое дает нам возможность расслабляться, медитировать. И вот мы все время включаем с вами левое полушарие, мы все время говорим, это невозможно, так нельзя, как это сделать, все время логика включается, потому что нас приучили мыслить логически. Как ты себе представляешь поехать отдыхать, если у тебя нет денег? Ну да, реально никак. Как ты? И вот нас постоянно приземляют, да куда с твоими ногами вообще носить такую одежду, говорит мама. Да с такой рожей на тебя никто никогда не посмотрит. Счастье, что сейчас так, ну я очень надеюсь, что говорит меньшее количество людей, но стоит немножечко увидеть вот людей из какой-то сельской местности, ну я вот условно говорю из провинции, я когда слышу такие разговоры, кажется-то, что уже этого нет, но это есть. Поэтому наша задача раскручивать свое правое полушарие, а правое полушарие подключается к нам тогда, когда мы закрываем свои глаза и уходим на уровень расслабления. Итак, нам необходимо создать дизайн-проект своей жизни. Я для этого не придумала пока ничего лучше, кроме как написать книгу, книгу своей жизни. Я написала 12 книг о том, как моя жизнь проходила и о своем жизненном опыте, но во всех этих книгах было очень много сложностей, а так сильно хочется, чтобы у тебя в жизни какая-то была другая. Так вот, я подумала о том, что почему бы не написать книгу и самой не прочитать, а какой бы я хотела реально видеть свою жизнь, если бы убрать вот эти не то что сложности, а такие топоры, которые ты сам себе вставляешь. Потому что во вчерашнем эфире я говорила о том, что проблемы нужно полюбить, они заставляют нас меняться. Но самому себе топор постоянно вставлять как минимум является глупым заданием. Поэтому от этого лучше избежать. Когда вы создаете этот дизайн-проект, что дальше происходит? Многие люди, вот этот этап создания, когда, не знаю, там у кого-то это просто список целей, список целей проходили все, книгу писали мало кто. Но люди написали, и нам очень нравится иллюзия того, что я написал бумажку, а потом отложил ее в сторону, и она сработает. И круто, когда кто-то находит бумажку и потом говорит, вау, существилось. Но зачастую осуществились такие цели, которые, ну некоторые, да, какие-то вау, осуществились. Но в большинстве своем это достаточно примитивные и простые цели. А мы говорим с вами о создании другой жизни. И здесь важно понимать, что создание другой жизни, вот это первое слово создание, оно не просто так мной употребляется, это действие. Это как тортик, понимаете, он сам не приготовится. Вот ты можешь рецепт написать, повесить на стенку, молиться на него, там, визуализировать, сидеть, представлять. Но тебе нужно взять, блин, не знаю, там, миксер, ингредиенты и начать мешать. Что такое создание и при чем здесь проект жизни? Дело в том, что когда у нас есть с вами проект, помните, ни один дизайнер не возьмется за ремонт, не создав вам проект и не как бы осознав, что вам, что вы хотите. То же самое и в жизни. Вы должны изначально очень четко для себя обозначить, от чего вы хотите. Почему я говорю не о списке целей? Потому что жизнь это целостный процесс, понимаете, это не история про цель. Это история про то, что если я сегодня живу и у меня нет денег, и я хочу что-то получить, то неплохо было бы выстроить, а чем я буду заниматься, а как я буду реализовываться, а как я буду себя ощущать. Потому что, например, если вы чего-то хотите, но при этом вы глубоко несчастный человек, вы все время будете находиться в состоянии несчастья. И даже если вы получите желаемое, вы все равно останетесь несчастным человеком. Поэтому очень классно посмотреть на свою жизнь, вы знаете, с проекцией. Как будто бы вы поднимаетесь на вертолете, в том самолете летал, я надеюсь, здесь все такие люди, помнят, как выглядит город сверху. Весьма странно, да? Он на какие-то черточки, квадратики поделен. Я раньше, когда была маленькая, вообще не понимала, как это все поделили на квадратики, кто это сделал, и как эти домики там так стоят. Вот то же самое необходимо сделать со своей жизнью. Нужно подняться сверху и нарисовать свой домик и квадратик, и увидеть, как это все связано. Что если у тебя такие отношения, а для тебя важна реализация, значит, твой партнер разрешает тебе реализовываться, и при этом у вас есть общие точки соприкосновения, а не вы живете разными жизнями и так далее. Очень много вещей. А дальше мы приходим к тому слову, которое я сказала – действие. Потому что когда у нас есть дизайн-проект, мы можем действовать. И действовать мы должны таким образом, чтобы понимать, что каждый день, вообще, абсолютно, каждая наша мысль, каждое наше действие, каждая наша встреча – это, по сути, не просто набор чего-то, что с нами происходит. Вот люди зачастую считают, что все, что в их жизни происходит, это значит, все как-то не по-настоящему, а есть только какая-то встреча или какое-то событие раз в неделю, раз в месяц, у кого-то раз в год, а у кого-то раз в жизни, которое что-то меняет. Это неправда, потому что меняет и как бы зависит наш путь от каждого нашего действия. Вот если вы водитель или, я надеюсь, вы ездите иногда в машине, пусть с кем-то, обратите внимание, что зависит от того, на каком светофоре вы остановились, где там вы, куда вы повернулись, зависит ваша траектория. Застряли вы в пробке, не застряли, вы доехали быстро или доехали медленно, вы доехали и ничего не случилось, а вот машина на этом светофоре стартанула, и у нее что-то случилось, каждое событие имеет значение. И когда вы начинаете это осознавать, вы начинаете гораздо более серьезно и внимательно относиться к своим мыслям, к своим действиям, к своим сказанным словам, к своим ощущениям, потому что есть еще другая штука. А другая штука заключается в том, что каждая ваша мысль, давайте вот о простом, да, закон притяжения, я в каждом эфире об этом говорю, пересмотрите эфиры, чтобы чуть-чуть лучше разбираться, но каждая наша мысль имеет притяжение определенное, и это даже не столько притяжение, вот я сказала плохо и будет плохо, как притяжение на уровне, даже не плохо, а вот что-то я сказала там, вот кошка идет там, и не знаю, кошка пришла, нет. Есть момент уровня энергии, когда вы говорите на какие-то плохие вещи, какие-то вот то, что грузит, то, что тяжело, вот это и приходит. И когда вы находитесь в своей реальной жизни, в которой все плохо, и вы все время концентрируетесь на этом, вы все время это разбираете, вы все время жалуетесь, вы все время говорите так, как есть сейчас, становится еще хуже, еще хуже. Поэтому, когда мы написали план своей идеальной жизни, наша задача ответить себе на вопрос, как я могу сейчас себя вести, чтобы приближать себя к этой жизни, как минимум, как я себя должен чувствовать, ведь я же уже человек осознанный, а человек осознанный – это человек, который понимает, что от того, как он мыслит, зависит его реальность. И если я это понимаю, то я думаю, нет, я сейчас не буду реагировать на какую-то ситуацию, на которую бы я вчера отреагировал плохо, я не буду сейчас себя в это включать, потому что я прекрасно понимаю, что я сейчас так отреагирую, мне будет еще хуже, и этот вот мой план моей идеальной жизни, я даже к нему энергетически не могу подойти, потому что здесь все хорошо, а в моей жизни все плохо. Нет, я должен выключиться отсюда и начать думать, окей, я хочу вот в эту жизнь, что я могу сделать? Когда мы начинаем действовать по своему дизайн-проекту и условно входить в огромный магазин гипермаркет строительных материалов под названием «Жизнь», мы же с вами, вот если у нас есть дизайн-проект «Зеленые краски», мы же с вами не пойдем черные смотреть, мы уже знаем, что нам нужен зеленый оттенок. Точно так же и в жизни, если я понимаю, что я счастливая женщина в счастливых отношениях, то если сейчас они у меня тут плохие, я понимаю, что мне нужно это прекратить, потому что это не имеет, это черная краска, а мне нужна зеленая, и я хочу с этим расстаться раз и навсегда. Да, это не всегда бывает легко, но ёпсель-мопсель, я же приняла это решение, я же хочу изменить свою жизнь, а не сидеть и надеяться, что черный превратится в зеленый. Вот чем вы занимаетесь в своей жизни, когда вы пытаетесь, ничего не делая, ничего не меняя, надеясь на то, что вот горы разойдутся, птицы разнесутся, и вот что-то произойдет. Зачем? Вы тратите свой день. А помните, я вам говорила о том, что каждый ваш день, каждый ваш час, каждая ваша минута, каждая ваша мысль имеет отношение к вашей жизни, это строительный материал. Потому что, возвращаясь к первому моему примеру, стройка дома, это когда вы принимаете решение, что я строю дом, и каждый день, столько, сколько я могу, я определился, я сделал проект, что это деревянный дом или какой-то другой, и каждый день я ношу туда по камню. Да, у меня, может быть, сейчас нет денег на большой дом, нет денег, чтобы нанять команду, нету, много чего нету, но что у меня есть, что я могу? И ты говоришь себе, я могу носить один камень в день, который будет иметь отношение к моей цели, я буду продолжать работать, я буду продолжать жить, но я буду строить свой дом по одному камню в день, потому что за год я построю, у меня будет 360 камней, и когда кто-то подойдет через год и скажет, ого, вот это тебе повезло, вот это ты отгрохал, никто не будет знать, что ты по одному камню в день таскал, но ты это делал систематически, и построение нашей новой жизни – это системная работа, почему я говорю, что это ежедневные практики, это ежедневное, прежде всего, переключение ума, потому что пока вы не переключите свое вот это вот сознание, свой мозг, пока вы из негатива и из того, в чем вы находитесь, не переключитесь на другую волну и не поймете, что вам необходимо делать, вы не сможете ничего строить, потому что строится все не в реале, реал – это наш внешний мир, это отражение нашего внутреннего, наших мыслей и наших реакций, что такое реакции, произошла какая-то ситуация, там, не знаю, приехала в отель, не тот номер, и у тебя есть выбор, как отреагировать, ты сейчас можешь решить вопрос, например, остаться в этом номере, ты можешь каким-то образом пообщаться ласково и сделать так, чтобы тебя переселили в хороший номер, либо ты можешь уйти в истерику и заорать, вы все гады, сволочи, я знаю, мне всегда не везет, и войти в это состояние, это твой выбор, твоя реакция на ситуацию, определяет твою дальнейшую внутреннюю вибрацию, внутренняя вибрация – очень простая штука, человеку или хорошо, или плохо, вы знаете, что это, и на физическом уровне мы это часто ощущаем, когда нас, либо мы кайфуем от удовольствия, да, вот эта вот дурацкая улыбка, классная такая, ощущение прилива энергии, счастья, либо тебя типает просто от ненависти, от того, как вот все плохо, вот это и есть понимание высоких и низких вибраций, и находясь в состоянии высоких, вы притягиваете к себе удачу, вот давайте простым языком назовем, удачное стечение обстоятельств, когда вы говорите «повезло», вот тогда вам везет, и наоборот, вам не везет, когда вы находитесь в состоянии, мы часто говорим, беда не приходит одна, или черная, или белая полоса, вы сами все время находитесь с этой краской, поэтому вы должны осознавать, что первым моментом является важность дизайн проекта, пока мы не знаем дизайн проект, что мы хотим, это крайне сложно, мы все время, как будто бы в компьютерной игре стоим, и на нас, знаете, чертики летят, там собачки летят, еще что-то, мы их мечом, короче, шпарим, вот это наша жизнь, вот так она выглядит, мы пытаемся от всех отбиться, мы вот так вот все время идем, и все, и потом нам это в лицо, мы устали, и думаем, ладно, халер, с ним будем страдать, вот, я устала, жизнь такая, да сколько можно, да я всю жизнь, и вот так сели пять подружек, все друг другу паныли, класс, здорово, и есть вторая история, когда ты выбираешь ход событий, когда ты сам рисуешь свою игру, сам ее создаешь, и знаешь, да, тут у тебя будет так, тут будет так, тут будет так, но тебе необходимо в нее играть, это твое действие, когда у нас есть этот дизайн проект, нам очень четко и важно понимать, что мы теперь играем по этому, дизайн проекту, и как я уже говорила, мы делаем то, что мы можем делать, а можем мы делать очень много, например, на Рерайт 3 жизни, когда девочки пишут книгу, и, например, описывают свой идеальный дом, и у них там всегда стоят живые цветы, в их идеальном доме, и вдруг они понимают, что живые-то цветы, каждый день, ну, каждую неделю, они сейчас могут поставить, они могут купить горшок, красивый, с цветами там, или там у них есть какой-то ритуал, когда они там пятницу вечером читают книгу и представляют себе, значит, лежат в своей белоснежной постели, и вдруг они понимают, что они прямо сейчас могут купить белоснежную постель, да, они не могут жить в этом доме, но они могут в пятницу читать книгу, и когда мы начинаем потихонечку перестраиваться, вот эта энергетическая волна начинает нам помогать, начинают складываться ситуации, обстоятельства таким образом, что все, о чем мы мечтаем и желаем, начинают к нам идти, конечно, нам для этого необходимо регулярно делать практики, тренировать свой мозг, для того, чтобы мы вот эти волны и картинки в нашей голове поддерживали, потому что в зависимости от того, какие картинки в нашей голове, о чем мы думаем, вот эта наша чистота приема, в зависимости от этого и формируется наша реальность в целом, так происходит, и доказательство тому наша сегодняшняя жизнь, потому что все, что есть сегодня у нас с вами в жизни, это все то, что мы сгенерили, все наши страхи, боли, обиды, проблемы, все, что мы себе придумываем, оно нас и окружает, посмотрите внимательно на свою жизнь, и вы это обязательно увидите, увидите причинно-следственную связь, очень простая такая вот история, поэтому для того, чтобы это изменить, нам необходимо поменяться вот здесь, вот мне это вообще, когда я начала изучать историю всю, которая связана с силами нашего разума, для меня это было безумным откровением, и безумным кайфом, потому что я всегда стремилась менять жизнь извне, и это гораздо больше энергии требует, так тоже можно, можно вообще по-разному, но это, когда мы сами себе добавляем сложностей, вот это наша манера, и причина нашей гордости, и если вы посмотрите на истории женщин, ну, мужчины, они как бы вообще немножко другие, а история женщин, которая там выступает где-то, она всегда очень гордится тем, что я тоже такая была, я прошла этот путь, я такая сильная, такая молодец, и все девочки хлопают, и жизнь сложная, все такие, да, но я смогла, и ты сможешь, бред, вот сейчас я вам могу сказать бред, бред не в том, что женщины это делают, или в том, что это неправда, бред в том, что мы это сами на себя притягиваем, и мы этим гордимся, тут нечем гордиться, это говорит только о нашей недозрелости женской, потому что когда женщина начинает созревать, она понимает, что можно все было делать совершенно по-другому, и нужно делать все совершенно по-другому, и у нас в принципе по своей природе другая энергия, и женщины настолько энергетически сильные и емкие сосуды, что нам вот эта война, и вот это сражение, и вот эти вот мамонты, которых мы любим положить, убить, еще и мужику своему в зубах принести, это, конечно, такой, знаете, бредик несусветный, вот честно вам скажу, но мне тоже понадобилось достаточное количество лет и опыта личного для того, чтобы это пройти, для того, чтобы вот сегодня думать по-другому, поэтому еще раз, давайте подытожим, для того, чтобы мы могли строить свою жизнь, мы должны создать первое, ее дизайн-проект, второе, мы должны начать ежедневно носить наши строительные материалы в нашу жизнь, и каждый раз, когда вам необходимо принять любое решение, когда вы хотите как-то отреагировать на какую-то ситуацию, задайте себе вопрос, к чему может привести эта реакция, и имеет ли она, эта реакция поможет мне, вот тому, что я написал, или не поможет, потому что любое состояние моего личного расстройства, моего личного угнетенного состояния и так далее, это все ведет меня в обратную сторону, и когда я начинаю так думать, когда я начинаю об этом размышлять, а у нас есть очень много в ментальных практиках такое упражнение, как размышление, когда я начинаю анализировать, когда я начинаю себя слышать, очень многие вещи удается, ну от многих удается избавиться, и да, очень часто в это избавиться относятся люди, близкие не близкие партнеры жены мужья и это тоже нормальный этап потому что когда человек десятилетиями или там пятилеткой страдает находится в отношениях которые его угнетают и он зачем-то их тянет это что вообще это зачем вообще и это отношение не только с партнером это отношение и с работой и это отношение и со своими какими-то родственниками но она же мама или да она же мама но очень многие мамы вампиры вампиры и у мамы есть свой путь и не нужно давать ей об вас вытирать свои ноги вы взрослый человек и в какой-то момент вам нужно отойти в сторону и подумать о себе не быть должником и не быть жертвой помните что когда вы ставите чужие интересы выше собственных вы превращаетесь в жертву и здесь очень важно понимать этот баланс того в чем это жертвенность готовы ли вы пойти на эту жертву потому что есть жертва такая очень условная а есть жертва которая вас лишает энергии и если вас эта жертва лишает энергии то нахрен она вам нужна дайте себе возможность самостоятельно расти и развиваться помните что вы у себя всегда на первом месте когда задают вопрос что для вас важнее муж или дети дети или семья семья или работа карьера я я для себя самое важное потому что если я буду несчастлива если я буду потеряна то не мой муж не мои дети не мои родители никто вообще не будет рядом со мной счастливым потому что помните это как про умножение на ноль на что не умножь все равно будет ноль потому что состояние несчастья это не ложка дегтя а это бочка дегтя и что туда не положить ты будешь все время дегтя тебе все время будет все не нравится поэтому для меня крайне важно быть самой счастливой и понимать что для меня есть счастье самой понимать мне не нужно это объяснять всем я не хочу этого объяснять всем потому что я знаю что никто не поймет меня и я никогда не пойму других людей в идеале потому что мы все странненькие и это и есть нормально уровень нашей странности это нормально странно это когда мы все одинаковые одинаково думаем чувствуем и все вот так происходит нет мы все странные мы у каждого из нас есть вот если у вас есть ваш собственный скелет шкафу расслабьтесь и напрягитесь если у вас его нету это значит что вы где-то себя не досмотрели значит вы себя еще не изучили потому что у каждого из нас есть какие-то свои прикольчики жесткие причем и это нормально вот нужно это осознать что когда мы очень хорошие очень понятные всем нравимся всех устраиваем и вообще считаю что у нас вот нету никаких ни недочетов ничего вот это trouble мы где-то сильно заврались мы где-то сильно потерялись когда же мы становимся на собственные рельсы мы начинаем быть такими позвольте себе быть собой у вадима зеланда одного из людей которых я люблю и уважаю трансерфинг реальности он написал создал есть очень классный как бы ну это как не знаю слоган все время путаю эти слова девиз трансерфинга реальности позволь себе быть собой а другому быть другим и я все время себе об этом напоминаю что я такая какая я есть это совершенно не означает что другие люди должны быть такими же или что я должна их стремиться сделать такими же это касается и моих детей и моих близких я по натуре диктатор вообще вот по природе своей у меня диктатура жесткая я не люблю никакой демократии то есть вот это моя внутренняя природа я бы была прекрасным вождем мне кажется вот царем вот это все про меня но я прекрасно понимаю что я живу несколько другом мире и я не хочу чтобы со мной жили люди которые бы четко мне подчинялись и повиновались потому что мне будет с ними неинтересно я люблю ярких и интересных и я стараюсь понять этих людей не всегда у меня это получается не всегда я все признаю ну как бы блин но при этом я даю право этим людям быть для себя даю право не то что им разрешают себе разрешаю чтобы они были другими не начинать их менять не начинать их вот куда-нибудь в какие-то ямочки и ячеечки устраивать но то же самое я говорю о себе мне задают все время огромное количество разных вопросов почему так почему это а почему вы нет да потому да потому потому что я четко знаю чего я хочу я каждый день задаю себе этот вопрос нету такого дня когда бы я не задавала себе вопрос что с тобой происходит что ты сейчас чувствуешь о чем ты думаешь почему ты так реагируешь что с тобой происходит я веду этот диалог с собой ежедневно и вам рекомендую потому что когда ваш диалог честный тогда вам гораздо проще двигаться и не важно что думают другие важно что чувствуете вы потому что когда вы себя понимаете все свои странности признаете вам сильно проще жить становится это я вам точно говорю потому что я это проходила и в общем-то сейчас так живу на этой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку завершать значит а потому что кто не помнит я еще в стамбуле и у меня еще по плану прогулочек много сегодня просто сергей сказал что ему нужно поработать я решила с пользой провести время у нас сейчас еще два дня идут продажи рерайтера жизни октябрьского потока со скидкой минус 50 процентов если вы еще не были с нами если вы еще не знаете что это такое у меня есть ссылочка в профиле переходите посмотрите приходите к нам потому что моя ключевая задача не не научить вас вот как жить правильно я не знаю как жить правильно моя задача рассказать и научить вас слышать себя понимать себя создавать собственные дизайн проекты объяснить вам связь между мыслями между нашими действиями и между тем что мы в жизни получаем я всего лишь проводник я не беру на себя тут наставлю роль наставника гуру какого-нибудь но я однозначно могу вам помочь понять самих себя раздуплить себя научить себя получать от жизни то чего вы хотите разобраться и найти ответ на вопрос чего вы хотите потому что мы пишем книгу на тему того чего вы хотите жизни своей мечты мы очень много разбираем вещей по поводу ваших убеждений внутренних установок ваших мыслей объясняем и находим причины того почему ваша жизнь есть такая какая она есть и самое главное вы сами начинаете понимать что необходимо сделать для того чтобы ее исправить это крайне крайне интересно поэтому все подробности пожалуйста смотрим не буду на это тратить время и так огромное количество уже у нас информации висит по моему вся страница лендинга превратилась в отзывы для того чтобы вы видели что у нас очень много людей которые действительно работают и которым это помогает вообще страшно горжусь тем что я делаю и по этой причине я невероятно счастлива я вас обнимаю целую желаю вам всем классного дня и я очень надеюсь что этот эфир был вам полезен кому не лень оставьте пожалуйста комментарии под видео которое сейчас опубликую чтобы другие люди знали что вы тоже можно посмотреть все всем пока